приезжаем на казахстанско-японских конях и помогаем друг другу ребята тоже не сел на самолет я уже прям реально расстроилась мы говорят купить новый билет он пытается ходит ничего не может найти я не знаю что там совсем на английском уже собирается в дорогу половине чемодана там подарков и моих вещей довести тоша прилетел в алматы но он говорит может он не успеет на самолета на таможне и вообще не продвигаются очередь покажи говорили людям это сообщение тоже все-таки показал это сообщение нашел какой-то персонал его пропустили у японцев у них вот иногда думают только вот так вот если случилось что-то ну там толпа и по правилам нельзя пройти через очередь то нужно в общем ждать и японии это любые поезда и самолеты если ты опоздал ты имеешь право на следующий сесть а у нас я не знаю что пришли все тоши встречать а что такие белые далматинцы такие сладкие каждый раз здороваются нет он на самолет не сел я не знаю сейчас узнаем следующий год через час но и как готовить казахский шашлык будет встречать конфетами но это у нас такой казахский дом в даче чтобы было удачи в доме нашим доме вика чак-чак готова нет я ребята я признаюсь я бывала жаловалась конечно тоже насчет нашего сервиса я ему как чуть рассказывал он говорит ну так интересно что я вот сам хочу чем больше ты расскажет тем я сам хочу посмотреть на эту цену вот посмотрел уже шоке он шоке то что он это коленельничает он плохо понимает поэтому сейчас пока час не пройдет и говорит зарядка закончилась ночью там зарядку нельзя найти что еще мозги все вот-вот-вот-вот не работают отключился тебе со мной это тебе не нету вот японский сервис наоборот тупеешь тупеешь извините конечно но реально там все вот так у каждого окошка идите сюда теперь идите сюда а вот бумажки напишут ручкой поведут конечно мозги там не работают после такого а то когда он прилетел и ничего не знает куда есть и багажа нету нет багаж почему это опоздано нет главное то что 37 странах был да и в африке там вообще где воды нету а в казахстан и доехать не может меня снимать мама ты красивая женщина я красивая женщина следующий рейс только в 10 30 вечера на сколько 10 30 вечер через завтраки да но но на два балла сеть данный сестру караганда so he has to change thank you ребят таких приключений мне кажется даже у меня не было в казахстане как у тоши предлагают билет через караганду а потом нам ехать в караганду забирать его на машине из караганды короче бедный тоши случилось там много людей не смогли вы вылететь и была толпа вот и видно они все купили билеты что хотел приключения вот тебе и будут приключения про итальянцев один день терять говорю я хоть успокоилась потому что тоши не один там а то я думаю сейчас в отель пойдет я позвонила в отель там все забито думаю сейчас станет в истерике что ему делать а тут вон татьяна рядом а татьяна она в корее работает и живет как-то с ней встретились ташкенте мама интеллигент интеллигент в белой рубашке летел белую рубашку отели забронировали они поедут вот у них одинаковый рейс и мы поедем до караганды да бика уже 4 утра 4 утра я уже наконец-то легла и в итоге с а году забронировали отели они туда приехали они сказали что через сагода они не работают только через букин можно мы-то забронируем нам могут предложить командирские комнаты что это по 14 тысяч более дорогие комнаты часа 14 тысяч в общем 28 тысяч тенге ну если бы не татьяна то я не знаю как бы сейчас тоже поехал в ту гостиницу никто на английском не говорит как платить что они квитанцию дают стоп подождите гарантия как 5000 тенге как вы берете депозит если вы берете деньги и не даете никакого документа не выйдет сад вы интерес но а как это депозит вы берете без документа с видео сниму что вы передаете деньги это будет доказать ничего он держится молодцом доброе утро друзья ну встала я в 12 конечно потому что легла в 5 5 у меня так челюсть вчера болела я не могла уснуть у меня такой был либо адреналин либо стресс такой знаете я уже отошла я уже на это все смотрю с позитивом я просто говорю вам вот он хотел интересную страну посмотреть вот экзотика экзотика в плане культуры от крайности крайности у нас тоже от гостеприимства то до ноль сервиса как бы если хочешь адреналина если хочешь вот увидеть настоящую япона мать это вам в казахстан плюс еще вы за это заплатите деньги в общем мы вчера заплатили за билет до караганды 81 тысячу потому что еще за багаж нужно отдельно было заплатить ну что 30 килограмм потом еще за отель заплатили 14 тысяч потом еще деподит 5 тысяч там такси единственном не знаете меня вот до слез вчера вот это только обидела что нужно сдирать людей деньги просто потому что они там в такой ситуации даже не иностранца даже вот татьяна потому что они вот уставшие 4 утра им деваться некуда куда они пойдут ну продадим им обманем не за 7000 а мол остались только за 14000 вот это было мне обидно конечно мы потеряли день день сейчас потому что тоже приехал всего лишь там неделю у него работа еще если конечно японцы они ко всему даже к плохому опыту смотрят как-то позитивно это вот новое интересное как бы шок ну за то что не вспомнить но просто я не уверена что в при таких ситуациях к нам будут ездить иностранцы и мы сами будем развивать свой туризм если у нас не будет просто уважения милосердия помидоры есть уже мама еще хочет маленький черри я говорю зачем складироваться вот я отвыкла складироваться вот так вот покупать все покупаю на один день две помидорки две картошечки приготовили с утра снова в магазинчик пошли все чтоб свежее было и чтобы не нагромождать холодильник чтоб пространство было открыто свободно и душа что было свободно чем таким образом я тоже хочу научиться готовить напишите ребята комментарий вот орешки со тушенкой пусть попробую небольшие себе но я не знаю если они как во времене СССР такие же орешки или как посмотри вкусные как раньше да когда мне было пять лет да вот здесь у нас торты различные но они большие хотя дети придут зайки правда моего сегодня не будет прям болит сердечко душа поехали за зичком японским зичком куда в караганду у нас у казахов есть и тоже большие плюсы поэтому тоже встретят там мамины подруги брат а племянник да так что вот у нас у казахов хорошо что в любом городе где бы вы ни были даже в любой стране найдется казах который вам поможет но гости гостеприимство у нас наверное самое лучшее мы просто казахи амбициозные понимаете в плане денег вот такие у нас амбиции любят покажать жизни да в этом плане у нас немного сервис страдает потому что мы любим много показывать нежели уделять внимание не слишком деталям качеству как например японцы но зато у нас есть опять же свои хорошие стопы конечно у нас тут свои неудобства казахстанское гостеприимство самое лучшее в мире потому что казахи очень добродушный народ и никогда если даже нет денег он всегда найдет чашку чая угостить в годы Великой Отечественной войны здесь были высланы разные национальности немцы, украинцы, корейцы, даже поляки мы в общем с мамой на позитиве едем сейчас до Караганды на машине по моему 2 часа может быть и 3 смогли каким ходом ехать 3 часа лет ну какой 10-20 мне было лет 16-17 мы с мамой всегда ездили в Караганду за покупками шоппинг в Караганде прям был супер шоппинг такой недорогой прям хороший выбор был в то время именно в Караганде вот уже лет 20 у меня даже есть подписчики из Караганды Динара вот знаю вот привет Динара если смотришь но проверка связи Тоша уже прилетел они повезли его в грузинский ресторан в общем не в казахский ну наверное спросили что ты хочешь Тоша же хотел попробовать грузинскую еду поехали в грузинский дворик в Караганде привет здравствуйте спасибо большое ты моя лягушка моя кошечка что бы часто табетать? джоу тебя маленький казахстан реально надо табетать на английском начинайте но по крайней мере я еле как еле как я все корейские слова у меня просто вылетают Тайска Тойота в Японии же таких нет в Японии нет таких но самое главное это Тойота причем да? в Японии все маленькие машины потому что парковаться негде казахстанское гостеприимство приезжаем на казахстанско-японских конях и помогаем друг другу ну все забрали Тошечку и поедем домой наконец-то в Японии в Японии в Японии в Японии очень рады это хорошо как ты? очень хорошо как ты? как ты? очень интересная очень интересная очень интересная Что такое интересное? Много неизвестного случая. Например? Например, если не заинтересован, если не заинтересован, если не заинтересован, то есть не заинтересован. Хочется депозит. Депозит? Это невероятно. Это очень уникальный. Это не заинтересован, но это не заинтересован. Астана и Нурсу. Но здесь очень нравится. Кара Ганда. Кара Ганда. Пиаспорт. Все все равно. Все笑. Вау! Много! 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 Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Это очень тендер. Это сладкий. Это очень вкусно. Это очень много, поэтому я не могу ехать. Это виски. Это домашний водка. Это вау. Только вон. Папа. 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 Так что мы пили. Водка. Они не покупали сегодня. Дальше. Если вы пили много милка, вы тоже пили. Это настоящая милка, но можно пили много, если вы пили много. Сол. И пай на мол. Мужчины пытаются открыть вино. Пришел профессионал. Открыли вино. Ура! Мужчина очень хотела попробовать грузинское вино. Давай. Мы очень рады. Тебя видеть. Воочию не по телефону, а в живую. Вчера переживали. Ночью не спали. Вчера. Ночью не спали. У нас в Альбахер на улице. Вчера больше. И я летил. И в Казахстане. И в России. И много. Но у меня все переживали, что не дай бог что-то. Ночью не спали. Ну, спасибо. Спасибо! Ураще! 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 Поехали! Это не номер! Немного номера У нас есть 10 машин для продвижения или для продвижения Это очень круто! Есть на Утакой ураще всего 50 метров Это на Утакой Ураще всего А вот, это опасно Стоит машина Ураще! Немного дома Урус не будет так большой Урус даже не так большой Ураще Ураще все связаны только один дом потому что это один дом потому что это это мой английский очень хорошо здесь есть гардероб это твоя это твоя здесь есть здесь это таблица я очень не люблю это супер Аннура 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 очень попутствие очень попутствие как ты чувствуешь? как ты чувствуешь? ты встал да встал с у нас такой крепкий чай но действительно я думаю не все пробовали наш казахский чай он вкусный терпкий насыщенный вкус у нас там много молока практически нет воды в основном молоко ой не убрано в основном молоко и сама заварка и Тоши говорит как рыдбу он такого никогда не пил говорит крепче чем кофе наш казахский чай все у него уже пошли и танцы обсматривается что-то мы тут братишка уходил не прибрась чуть-чуть но ничего это оно 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 вы Продолжение следует...